Всем привет из очередного влогмаса. Море, здесь сугробы. Дорогу протоптали немного. Сегодня у нас 6 декабря. Мороз. У нас такой красивый, потрясающий вид. Одна сторона темнота, облака темные, море темное. А вот у нас переход. И как раз корабль там идет в сторону солнца. А с этой стороны светло, солнечно, красиво. Ясюб. Ясюб. Ледовый ясюб. Потому что, видишь, уже лед образуется. А еще нет. Нет. Ну, вода сверху замерзает. И я думаю, кажется, что в этом году будет у нас лед. Последние годы у нас море даже не замерзало. Разве? Я чуть не помню. На улице такой мороз, как будто все 27 градусов. Минус 27. Очень холодно. Но красиво. Сходили в магазин. У нас было предложение вот на этот кровяная колбаса. Мне рекомендовали обязательно ее попробовать. Буду потихоньку пробовать разные бренды. И потом скажу, нравится, не нравится. Или какой-то, может быть, из брендов выделю. Так что сейчас будем пробовать. Порезала, как мне рекомендовали, примерно по сантиметру. Ну, вот где-то чуть меньше пальчику. Ну, что, буду сейчас снимать пробу. Как раз у меня варенье еще было. И сейчас скажу, как получился. Как понравился или нет. Попробовала с вареньем и без варенья. С вареньем, конечно, гораздо вкуснее. Я могу сказать, да, окей, мне нравится. Единственное, сейчас надо перепробовать и другие бренды. Для меня это что-то новое. Буду изучать свои вкусовые предпочтения новые. Последние дни предупреждают о гололюде. И сегодня 13 число. И мой опыт падения в снег для снежного ангела навеял мне одно воспоминание, которое произошло со мной также в декабре на моей родине. Когда я шла с работы со своей коллегой. Мы переходили дорогу. Был очень сильный гололед. И мы переходили на зеленый свет, как положено. Но видели, что начинает мигать. То есть, я объясню, дороги достаточно широкие. В отличие от Эстонии. И чтобы перейти вторую полосу, тоже потребовалось время. Особенно было сложно, когда скользко. И мы видим, что мигает зеленый свет. Пытались быстрее пройти, настолько, насколько это было возможно. Но не смогли. Машины, которые стояли, естественно, они нас видели. Но последний ряд был свободный. И оттуда как раз вылетела со скоростью машина. И сбивает нас. Коллега была ближе к машине. То есть, она была между мной и машиной. Ей досталось больше. И нас так высоко подбросило. И в этот момент я не знала, что делать. Я не управляла ситуацией. Я просто закрыла глаза. Я чувствовала, что я лечу. И мне казалось, что все. Это последние секунды. И в этот момент я почувствовала такое ощущение, что меня кто-то подхватил и как пушинку опустил в снег. Я открываю глаза и вижу, что я лежу в сугробе. Моя коллега также была в сугробе. То есть, сугроб был вокруг столба. А мы в этом сугробе. То есть, буквально несколько сантиметров. И мы бы могли попасть и в столб. Нам каким-то чудом с коллегой повезло. Правда, мне больше, ей меньше. Она делалась ушибами и синяками. У меня даже синяков не было. Вот я делалась легким испугом. Водитель, конечно, тоже остановился, выскочил. Посадил нас в машину и отвез в больницу. Нас проверили и отправили домой. После этого случая я подумала, что наверняка у меня есть снежный ангел, который спас в такой момент. И это действительно было какое-то чудо. Потому что, ну, просто таким чудесным образом оказаться в сугробе. Или это было просто обычное везение и удача. Это произошло в 2009 году. Я передаю своей коллеге Юле привет, если она вдруг увидит это видео. У нас сегодня суббота. 11 декабря. На улице потеплело. И снегопад. Но снег такой мокрый, вязкий. И тяжело ходить прям. Вообще обещают гололёд. У меня будет яблочный крамбл. Тесто я сама не делала. Вот у нас, если что, вот такие уже готовые. Продаются смеси для теста. Я добавила сюда только 200 грамм сливочного масла. По рецепту делаю. И поставила в холодильник. Теперь свои яблоки порезала. Сахар, корицу добавила. Всё на глаз делала. Яблок я не скупилась. У меня их предостаточно. Сейчас сверху крошку сделаю. И в духовку. Такой замечательный яблочный крамбл. КОНЕЦ